Одни не видели и спрашивают, что такое сныть, а другие видели и спрашивают, что это за трава. Я вам сейчас покажу, какая сныть и что это за трава. Вот это растение, вот это, и есть сныть. Сныть – это любимые наши весенние растения, которые единственные имеют рибоксин, то есть вещество, которое регулирует деятельность сердца, частоту сердцебиения, которые все покупают в аптеке, имеет это вещество внутри себя. Сныть – это еще называется серафимовая трава. Ее использовал Серафим Саровский, и когда лечился, и когда просто жил. Пишут, что три года он жил, потребляя один хлеб, сухарики, который в Дивееве продают, и траву сныть. Вот в траве сныть нужно брать не совсем распустившиеся листочки. Вот такие листочки. То есть, такие лапочки. Эти листочки и есть самые вкусные. Они такие, как морковка. Делать и сныть можно все, что хочешь. Можно в салат класть, можно в суп класть, приготовлять из нее отдельные какие-то блюда. Люди даже консервируют и сныть, и ее черешки. Они такие толстенькие черешки. На зиму, для того, чтобы и зимой потреблять. Это особенно те, у кого тахокардия, те, у кого проблемы с сердечной деятельностью, ослабленное сердце, например. Поэтому, я думаю, вы теперь поняли, что такое сныть. Она растет везде. Единственная проблема, что она очень воспринимает окружающую среду. То есть, собирать ее нужно в экологически чистом месте. Конечно, в парках больших городов ее полно. Но собирать, конечно, там не рекомендуется. Поэтому лучше, когда поедете на дачу, или когда будете проезжать где-то мимо, можете купить сныть. Ну вот, теперь это знакомые вам растения.